Доброе утро, дорогие друзья! Смотрите, как красиво сейчас за окном. Мне сегодня утром пришло поделиться с вами некоторым таким снова напоминанием, возможно, и парочкой слов, прям с утра пораньше. Постараюсь коротко, потому что времени немного, так как мне в университет уже пора выходить. Вот приспичило записать вам конец. Я недавно ехала с университета домой на троллейбусе, и передо мной сидела девушка такая с таким пронзительным, глубоким, острым взглядом. Это так интересно. Глаза, зеркало души, все такое, но я не про это хочу сейчас сказать. Я смотрела в ее глаза и вообще на ее саму, и я восхищалась ей молча, не знаю, ну вот знаете, энергетика человека так прям вау, вот чувствуешь сильная энергетика. Хочется прям, не знаю, подойти знакомиться. И тут она подняла на меня глаза, и мы посмотрели друг на друга, но потом она их тут же отвела. И я почувствовала, что ей просто некомфортно, и она чуть-чуть даже побаивается. И тут мне пришла как раз идея для этого видео, небольшое такое, типа напоминание. Не нужно бояться своей внутренней силы. У той девушки определенно была внутренняя сила, внутренняя энергия, внутренняя жизнь, это все в ней живет, и очень-все очень органично в ней выглядит. Но она посмотрела в меня, в меня, в меня, в меня, и испугалась чего-то. Ну это просто, вы подумаете, нет, ну просто не все любят смотреть в глаза, там все такое. Тоже спорный момент. Да, и я почувствовала, что она испугалась. Типа, она посмотрела, и, ну, и она не поняла, что... В ней есть внутренняя сила. Я хочу сказать всем вам, у нас есть сила внутри нас. Это очень важный момент. Вы замечали, когда вы спокойны, когда вы в умиротворенном состоянии, ну тут такое спокойствие, что куда бы вы ни посмотрели, на кого бы вы ни посмотрели, о чем бы вы там параллельно не думали бы, все такое ваше. И вы чувствуете стержень в себе, вы чувствуете, что вы могущественные, вы чувствуете вот эту магию внутри вас. Хочу вам напомнить, что она есть у каждого из нас. И нужно учиться ее чувствовать и контролировать. Не знаю, контролировать, контролировать. Может, и контролировать, и теперь холодная батарея. Что-то холодно мне. Что-то зло. У каждого внутри нас есть свой стержень, но не каждый его развивает, и не каждый его использует, не каждый его чувствует. А вот это главное по жизни, потому что... У многих есть подружки и родители, но это всегда может куда-то деться. Этот, который стержень... Не знаю, ребята, как подбирать слова, потому что, ну, так... Как бы тема такая. Хорошая. Но я никакой там не супер этот гуру, я не знаю, какой. Простыми словами пытаюсь что-то сказать, да? Получается, да. Не бойтесь смотреть в глаза, не бойтесь прямого контакта. Много людей боятся, потому что они подумают... Опять же, подумают. Им кажется, что люди, которые смотрят им в глаза, они знают, о чём те думают. Никто не узнает, о чём вы думаете. Никто не узнает, о чём вы думаете. Может, будут догадываться, да, но это уже совсем другое. Вы не переживайте. Каждый смотрит через свой призму, через свою. А даже если кто-то поймёт, о чём вы думаете, какая разница? Как говорится, не цурайтесь того, что вы думаете, но выбирайте с умом. Короче, всё, я у меня уже занулась откуда. Не бойтесь, не бойтесь, раскрывайте свою внутреннюю силу. Это не значит, что вы должны теперь вот так вот на всех смотреть, пользоваться своей энергетикой, чисто магией, там всё вырушить вокруг обстоятельства. Можно, конечно, но вы же понимаете, что это всё может вернуться. Куда вы поместите свою энергию с такого угла, она к вам и вернётся. Так что будьте с этим очень осторожны. Я имею в виду, будьте открыты в смысле. Не скрывайте от себя ничего. Иногда у людей бывает резонанс, потому что их нутро чувствует одно, а мозг говорит другое, и как бы не совпадают эти шестерёнки, и идёт неправда внутри, дисгармония. И тогда человек чувствует растерянность, непонимание. Какой-то такой, что кто я, что вообще происходит. Углубляйтесь в себя и чувствуйте вот эту внутреннюю силу, ту, которая вам дана от природы. Суперсилу, так бы сказать, хорошо? Всё, ребятки, я побежала в университет, я бы с удовольствием ещё поговорила. У меня нет, смотрите, ни сценарий, ничего. Я просто решила сесть и записать видос, но вот надо вот сказать. И, ой, мне так нравится записывать видео, на самом деле, блин, и если я просто сейчас заставила записать, я очень счастлива, потому что я люблю это делать, я люблю с вами делиться всяким таким эзотерическим. Всё. Нет, не всё. Это всё мы вырезаем. Ну, то есть, фразу последнюю, они... Они всё... Помните про свой стержень внутри, про внутреннюю силу и осознайте её. В чём смысл жизни? В том, чтобы осознать, кто это спрашивает. Всего хорошего, мои хорошие... Смотри, я не могу ехать. Я не могу ехать. Ребята, я собираться. Я собираться. Так, я никуда не уеду, никакой университет. Ой, интересный вид. Что, кто-то... Что, кто-то...